В общем, ребят, такие два мешка подарков от Деда Мороза. Нет, на самом деле это все для распаковки. То есть, вот полноценный мешок почтовый. Тяжелый, зараза, по-самому не балуйся. Ну и второй чуть полегче. Сейчас, по понятным причинам, не буду я все это дело выкладывать на стол. Будем распаковывать, наверное, сразу с мешков. Все это дело для интереса посчитаю, сколько у меня за месяц моего отсутствия набралось. Ну и, собственно говоря, что-то мы сделаем сразу. Распаковка в основном это вот отсюда будет. А отсюда будут в основном анонсы. Ну и, собственно говоря, будем знать, что у меня есть в наличии. Итак, руки у меня чуть подзагорели за без малого месяца. Нож у меня таможня чуть не отняла, но я его отстоял. Давайте распаковывать. Чуть больше придется распаковывать, потому что у меня пришли заказанные телефоны. Ну, достаточно простая комплектация, да, то есть это зарядка, кабель и инструкция. Но зато инструкция на русском языке. Это хорошо. Раз инструкция на русском языке, то с прошивкой точно никаких проблем не будет, как и с сетями. А значит, в остальном, в остальном, ребят, да, про этот телефон надо будет позже посмотреть. Будет полноценный обзор, да, это у нас модель Cubot Note S. Хумтон HT17 Pro. Ну, ребят, опять же, Cubot Note S, да, два разных цвета, то есть человек заказал все три цвета. Не знаю, зачем ему это было надо. Вот все три есть. Скажу, больше к ним даже сейчас будут чехлы. Но, опять же, обзор этого телефона позже. Это как бы вот превью. Blackview E7S. Хумтон HT17. Опять же, Хумтон HT17. Blackview A5. Blackview A5. Опять же, регулярный товар. Хумтон HT17. Asus Zenfone Max. Хумтон HT17. Хумтон HT17 Pro. Blackview E7. Мне вот очень интересно, на какую сумму выйдет телефонов. Надеюсь, получится все это дело подсчитать вообще. Хотя, нет, давайте сделаем так. Я вас попрошу посчитать, на какую сумму здесь будет телефонов и прочих вещей с распаковки. Точно, так и сделаем. Вот посчитайте, кому не лень. Вот кто вот у нас имеет много-много-много-много свободного времени и сможет посчитать. Жду от вас ответы. Хумтон HT17. Смотрите, какая дырочка. Сквозная. При этом телефон на месте. Blackview A5. Правда, немножко грязненький. Blackview A8 Max. Вот таких вот продавцов я просто не понимаю. Ребят, ну, я же вам пишу комментарии, что отправь мне все это дело отдельными посылками. Ну, это же на таможне могут признать коммерческой партией. Раз. Два. Спорить не так удобно, да? Если понадобится. Так, давайте я сразу пометочку сделаю, чтобы здесь было три. Да, просто Blackview A8. Длиновый Vibe P1 C72. Золотой цвет. Где-то у меня еще, по-моему, один 58-й серый остался. Если хотите, есть. Опять же, был регулярным товаром. Сейчас он банально, а, подорожал, б, заканчивается. Все, больше его не будет. Хотите, последняя возможность его взять у вас остается. Ну, еще два. Геновый Vibe P1 C72. Blackview E7. Blackview A5. HOMDEN HT17 Pro. Blackview E7. Blackview A8. Куда я, кстати, ставил A8? А вот он, A8. Кстати, что-то я обратил внимание. Достаточно много, кто вот низкие цены делает, потом не отправляет. Ну, опять же, Blackview A8. А вот очень интересный телефон. А столько он интересный, что, возможно, я даже сам на него перейду. Блин, ребят, ну, посмотрите, как золотая. Как там? Золотая чаша, золотая! Чему-то вспомнилось, не знаю. Я не знаю, короче. Такая красивая упаковка. Даже вон салфеточки, там все дела. Здесь вот даже у нас надпись. А нет, никакой здесь надписи, да? Ну, и внутри голимая пленка. Ну, упаковка красивая. Переходник стандартно. Здесь вот уже интересно. Я уже думал, даже не вскрывали. Нет, вскрывали. Меняли прошивку. Ну, то есть все как всегда. Все как всегда. Ну, вы знаете, вот... Давайте быстренько... Такой экспресс сравнение сделаем. Вместо вот этой вот страшной открывающейся, не пойми, как крышки... Ну, во-первых, потоньше чуть-чуть. А во-вторых, у нас карта памяти, да, выдвигается. Лоточек и туда все это дело вставляется. Телефон очень приколен в руках. По характеристикам он, ну, прям совсем хорош. Так что ждите обзор. Возможно, на него вообще перейду. Буду им сам пользоваться. И смогу там дополнительно что-то еще про него рассказать. Думаю, будет это регулярной моделью. Ну, так как Vibe P1, C72 и C58 выходят из оборота. Ну, возможно, станет регулярным этот. Вот у нас Lenovo Vibe P2. Хомптон ХТ17. Хомптон ХТ17. Вау! Blackview P2. Скоро обзор будет. Увидите реально мое мнение о нем. Ну, вот. Подозреваю, Lenovo P2 будет повеселее. Ну, правда, он и стоит подороже. Раза в два. Блин. Вот уже сколько лежит и сколько еще будет. ХТ17. Где они у меня тут? Вот. Уже высота немереная. ХТ17 Pro. Снова кто-то грязненькими ручонками поковырялся. Ну, вот смотрите. Судя по акту, вес был 350 грамм. Фактически вес отправления 370. После перезаделки 373. На 20... Повреждение упаковки было. И на 20 грамм стал тяжелее. Давайте посмотрим, что у нас здесь внутри после этого. Ничего не утащили. Все хорошо. Хотя, в принципе, был открыт. Видели они телефончик внутри. Честные люди на почте работают. А может быть телефон дешевый решили? Ну, и зачем нам телефон так дешевый? А, А8 сюда идет. Точно. ХТ17. ХТ17. И в этой тоже будет ХТ17. Ребят, срочно заказывайте у меня ХТ17. А то у меня их много. Надевать мне их некуда. BlackVia 8 тоже есть. Надо заказывать. Тоже много. ХТ17 Pro. Ребят, угадайте, что в этой посылке. Вы думаете, Хомдон ХТ17? Нет. Здесь как раз очень интересная посылка. И мне очень интересно будет сделать на нее обзор. Помялась, правда, она немножко. Здесь ДОДЖИ. ДОДЖИ. Черный цвет. По характеристикам. Шарповский дисплей. 5,5 диагональ. 13 плюс 8 камера. 4 ядерный. Полтора гига. Сканер отпечатка пальцев. 3,3-300 аккумулятор. Ну и ее козырь. Это две камеры. Но внутри ничего интересного нет. Пленка, зарядка. И не более туго. Ну и телефончик сразу в силиконовом бампере. Ну что. Будем ждать. Надеюсь, я в сжатые сроки смогу все-таки сделать обзор на данную модель. Не знаю, будет она регулярной или не будет. Но как минимум вот эту модель вы у меня купить можете. Она у меня в наличии есть. Вот. Я быстренько ее потестирую. Сделаю обзор. И забирайте. Не вопрос по цене Алиэкспресс. Я вам ее отдам. А теперь давайте угадаем, что здесь. Нет. Здесь все гораздо стандартнее. Это Хомтон ХТ-17. Ой, сколько их у меня. А что. Сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12 Хомтонов в этой распаковке уже. Это простых. Плюс еще прошлое. Ой, жули, жули. Вот еще один. Вот, например, Улефон Джамини. Джамини, да, наверное, называется. Давайте посмотрим, что у нас там внутри. Да вы че. Смотрите, а нет, это самое колечко. Колечко на память. Кольцо. Подарок. Стекло. Блин, ребят. Смотрите, тут целое стекло. Инструкция. И не пришей, не пристегай. Скрепка. Ну, то есть, реально, не пришей, не пристегай. Куда-нибудь бы ее могли бы, наверное, все-таки поднапридумать. Ну, и плюс силиконовый бампер. А наушников нету. Ребятки. Не модно нынче наушники классов телефона. Так. Ну, и сам телефон. Вы знаете. Тяжеленький. Достаточно тяжеленький. Прикольный телефон. ЛТ поддерживает. Две камеры. Три гига оперативы. Тридцать два обстройки. Пять и пять. Шарповский, опять же, дисплей. Гиросенсор. Гироскоп. Это, ну, видимо, для того, чтобы смотреть в очках виртуальной реальности. Плюс сканер отпечатка пальцев спереди, как у Meizu. Вот. Ну, достаточно все симпатично смотрится. Хороший внешний вид. Ну, и, собственно говоря, ждем обзор, ждем тесты. Ждем резюме. Посмотрим, что такое две камеры. Так что вот. Дудж и Улефон с двумя камерами у меня пришел. Будет очень интересно потестить. Lenovo Vibe P1C72. Еще раз, ребят, напоминаю. Телефоны последние. А скорых больше не будет на Али. Вот. Они заканчиваются. То ли сняли с производства, то ли что-то еще. У меня еще там порядка штук десяти есть. Заказывайте. Пользуйтесь. Радуйтесь. HT17. У меня скоро падать будет. Blackview E7. Так. Ну, что, уже близится? E7. E7. Ой. Опять-таки. Lenovo Vibe P1C72. Итак. На этом телефоны закончились. Значит, у нас пришел Blackview P2. Одна штука. Улефон с двумя камерами. Джейми. Dodge Shoot 1. Lenovo Vibe P2 1. Lenovo Vibe P1C72. Пять штук. Один Blackview A8 Max. Пять Blackview E7. Один Asus Zenfone Max. Пять Blackview A5. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, 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 восемь, девять, девять, десять. Они двенадцать. Тринадцать. Хомптон HT17. Один Blackview E7s. Семь Blackview A8. Три кубот Note S. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Хомптон HT17 Pro. Ребят, я сейчас все это дело уберу в шкафчик. У меня там еще кое-какие запасы остались. Вот сколько денег только в эти телефоны вбух. Ну так, для прикола посчитайте, пожалуйста. А то у меня времени совсем нет. А, нет, стоп. Еще вот у меня стеклышки пришли. Вот такие вот. Сейчас я вам давайте. Да что их распаковывать? Стекла и стекла. Короче, нормальные, хорошие стекла. Ссылка на них лежит. Намного моделей разных, разнообразных есть. Смело берите. Стекла хорошие. Значит, с телефонами убираю. И сейчас продолжим с мелочевкой от вас. Вот прям вот интересно, какая сумма здесь лежит на столе. Блин, ребят, только я сказал, телефоны кончились. За спиной оказалось еще... Ой, блин. Надо распаковать. Ну и, соответственно, добавить в подсчеты Хомптон HT17. На какой-то ляд-то мне еще китайскую пометку сделал. В общем, три еще Blackview E7 добавилось. На этом что-то опять зачем-то написал. Все-таки не понимаю, почему они перевернуты. Ну да и ладно. Еще три Blackview E7. Все, убираю я сейчас, наконец, эти все телефоны отсюда. И идем мы с вами к вкусняшечкам и интересностям. Скоро вернусь. Ждет у меня человек эту посылку. Говорит, Мишенька, блин, распакуй, говорит, быстрее. Говорит, прям вот... Хочу, 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 хочу. А я даже не знаю, с какой стороны к ней подойти. Ну ладно, распакуем побыстрее. Раз не терпится, значит, надо отдавать. Ну, есть какие-нибудь мысли, что это такое? Ну ладно, это все, что ли? Я немножко другое, если честно, ожидал увидеть. Здесь достаточно простой черный крашеный швеллер. Он тяжелый. А есть липучка. И есть стяжки. В принципе, все это дело можно, ну, абсолютно без проблем взять у нас, токарю заказать или еще что-нибудь, по-моему, даже это будет дешевле. Ну да ладно, человек заказал. Не вопрос, пожалуйста, получить. Такая большая, да, достаточно педаль эффекта. Вы, наверное, уже поняли, что это для музыканта. Может быть, даже по пивасику соберемся, что-нибудь вам сбацаем. Вот такая вот педалька. Эффектор. Собственно говоря, вот это для того, чтобы их держать. И-и-и-и-и-и-и-и. И вот такая вот педаль эффекта. Раз, два, три. И плюс провада. Подарками не пахнет. Надо на всякий случай проверить, не ошибся ли где продавец. Не получится ли как в прошлый раз, а то он взял и забыл мне положить такую вещь, как второй ремень. Давайте это уберем, не столь это уже интересно. Так, вот такая вот коробочка. Повредить ее достаточно проблематично. Да, чтобы тебе... Как тебе открыть-то? Так, ну что. Фанаты Xiaomi. Вот такая вот штукенция у меня пришла. Запакована, конечно, великолепно. Это у нас ушки Xiaomi. Mine Air Headphones Pro HD. Блин, ребят, ну... На самом деле абсолютно не стыдно такое подарить. Выглядят... Конечно, упаковка у них... Я не знаю, вот тут есть максимальное количество баллов там по 10-ти балльной шкале. Там 10, да, 20-ти балльной, да, 20-ти. То есть прям вот открываем, пожалуй, мешочек. Единственное, знаете, вот мешочку, по-моему, не хватает влагонепроницаемости. То есть он все-таки такой вот... Наверное, нормально будет. Пок, затянули. Положили в этот мешочек что-нибудь ценное. Один... One More Design. Вот, в общем, Xiaomi-то. Тянут-тянут от яблока и прочих. Вот этот вот One More Design очень похоже на Porsche Design надпись. Коробочка толстая такая, прям вот серьезная. И, собственно говоря... Да, HD. Продавец не ошибся, прислал HD. У меня просили HD. И-и-и-и-и-и-и-и. Наклеечкой заклеено. Давайте эту наклеечку аккуратненько. И, наконец, откроем крышечку. Блин, ну вот совсем все хорошо. Пожалуйста. Л-ка, С-ка и X-с. Размеры. И вот прям вот... В ней вы, наверное, можете даже и вот в чехольчик-то и убирать. Чтоб они не путались. Не запутывались. А что же это такое? У нас что, есть такой кодик какой-то. Что же это такое? Как вас вынуть? Раз. Два. Очень такие серьезные наушники. По внешнему виду, во всяком случае. Наверное, надо было бы Xiaomi достать. Но у меня нет сейчас Xiaomi. Что-то такое. Басистые, наверное, надо, да? У меня ничего такого басистого нет. Выглядит шикарно. Меломаны, возможно, скажут, что они шикарные, либо плохие. Не знаю. Вот человеку передам. Надеюсь, он предоставит мне под все это дело отзыв. И я смогу в группе ВКонтакте разместить. Заходите, смотрите. В целом, ну вот, выглядит дорого. Стоит, ну, достаточно дорого. Вот. Насколько прям вот все хорошо. Ну, не меломан, не отвечу. Будем ждать отзыва. Давайте дальше. Отдал я уже уши. Человек прям был очень доволен. Обещался все-таки сделать отзыв на них. Вот. А у нас с вами другие. Опять же, уши. Ну, в смысле, наушники. У вас тоже это такое. В общем, сегодня день наушников. А еще ребенок что-то там кричит. Что-то там буянит. Ну, надо быстренько все-таки доснимать. Так, ну, по упаковке упаковка в хлам. Да, то есть... Ну, она мягкая, да. Понятное дело, что она в хлам. Да, такие вещи. Ну, однозначно все-таки надо пупырки какие-нибудь. Не знаю, там еще что-нибудь. Ну, как-то защищать. Продавец как-то халатненько к этому отнесся. И опять же, да, там купили не одну, а две пары, да. Ну, возьми ты, потрать на упаковку. Ты же, ну, как бы экономишь на доставке. Две отправить. Выгоднее же, что-нибудь. Два раза по одной. Ну, да и ладно. Давайте посмотрим их поближе. Матовая софт-тач. Сдвигаются. Назад возвращаются. Так. Кнопочка. Давайте попробуем их даже законнектить. Какая из них правая, какая из них левая. Можно соединять, в принципе, 3,5 мм стандартным проводом. Я же видел где-то вот R. Ребят. Честно, тиховатые они какие-то с другой стороны. А что от них хотеть, да. То есть, ну, достаточно маленькие динамики. И, ну, ихняя задача, наверное, чтобы ваша голова не мучилась от тяжести, там, каких-то тяжелых наушников, которые ее сдавливают. Прям вообще все ужасно. А здесь такие, ну, аккуратненькие, простенькие наушники. По цене, насколько я помню, они вполне каких-то там адекватных денег стоят. Поэтому, ну, в принципе-то, да, надо посмотреть все-таки, на самом деле, какая цена. И от этого уже сказать, стоят они этих денег или нет. Ну, и опять же, человеку перешлю, который их заказывал, он их получит. Он прям очень радостно на все это дело реагирует. И я думаю, он напишет про них полноценный хороший отзыв в группе ВКонтакте. Заходите, и, собственно говоря, скоро он там появится. Да вполне, по-моему, хорошие чехлы. Ну, я надеюсь, меня простят за то, что я все-таки упаковку разорвал. Заказанные чехлы. Они заказывались сразу вместе с телефоном. Ну, тут все до безобразия просто. А Кубот, Кубот, примерно, как и Хом, там, Додж и так далее, да, зачастую чехлы есть. Вот видите, вот здесь приклеено. А чехлы бывают даже вот без вот этого пластика. Бывают без вот этого пластика, и телефон просто приклеивается. Ну, здесь добавляется силиконовый бампер. И, собственно говоря, достаточно неплохо сделан чехольчик. Учитывая то, что он подходит на бюджетный телефон. Ну, прям вот вполне-вполне. Давайте дальше. Продавец мне положил аквабокс, потому что, если вы смотрели видео-обзор, где я снимаю игру в пинбол или еще что-то, я пользуюсь аквабоксом, потому что пинбольный шарик вполне может камеры, конечно, повредить. И где-то здесь у меня такое было небольшое пятно, оно мылило. Оно все мылило, и я ему написал, говорю, дружище, у меня у тебя вот аквабокс с каким-то писяком. Говорит, не вопрос, говорит, мой русский друг, и, видите, мне прислал новый аквабокс. Это очень хороший подход к бизнесу, и прям вот я его очень уважаю. Ну, вы помните, да, как выглядит стандартная упаковка камеры Якин. Да, это картонка, в которой вот эти все прибуды есть, а здесь единственное к ней... О! По-моему, какой-то новый... Я вот такого до этого крепежа не видел. По-моему, это какой-то новый крепеж добавился. У Якина, видите, изменился логотип, он стал немножко иначе выглядеть. Изменился, насколько помню, немножко аквабокс, и вот крепеж теперь с такой резиночкой. Хорошо это или плохо, ну, пока затрудняюсь ответить. Собственно говоря, камера эта становится моим регулярным товаром, а единственное, я пока не знаю, какие варианты комплектации будут, да, то есть у меня... Давайте сейчас посмотрим. Пришла, как раз нет. Следующий. Коробки, а это тоже экшн-камера. Видите, вот она прям, бам, вмятина какая. Надеюсь, повреждений никаких нету. Хочу тебя цепить-то. Скажите, добрые мои зрители, у вас, когда вот вы смоете распаковки, там, мои, либо там, кого-то еще, у вас нет такого, какого-то скрытого тайного желания, чтобы, а-а-а, пускай этот распаковщик ткнет себя нечаянно ножом, там, повредит себе руку, палец, такие злые мысли вас не посещают. А что у вас такое? Ну, все то же самое. Тут камера черная. Также там вот резиночка и так далее. И, ребят, да, это у нас R. H9R. Что-то я только вот... Не вижу следований, там где-то пульт дистанционного управления еще прячется. А в этой комплектации у нас добавились следующие вещи. Палка для себяшек. Хорошего, достаточно качества палка, если честно. комплект крепления на грудь и комплект крепления на голову. Вот с этими двумя комплектами, я думаю, я их для себя заказал, будет очередная пинбольная игра, посмотрим, насколько изменится подача картинки. Насколько изменится подача картинки. И вот то, чего не хватало, то с помощью чего она легко превращается в видеорегистратор. Да, то есть мы берем положение много, зафиксировали. Да, здесь тоже положение много, зафиксировали, сюда ее наклеили, ну и следовательно чпок на стекло на лобовое. Вешаем камеру, втыкаем в прикуриватель, и получаем видеорегистратор. У меня вот это вот все дело человечек ждал, не знаю, оставит он мне отзыв, либо накидает мне, либо, ну, вообще засухарится и будет молчать, но в целом, я думаю, эти камеры можно будет продавать как видеорегистратор. В группе ВКонтакте смотрите, как в разделе появится товаров, да, можно будет заказывать, если вам это интересно. Так, это сейчас уберу, поедем дальше. Так, все, повынимал, я все это делал на стол, чтобы удобнее было залезть, и во всем этом мусоре, по тому, чтобы не затерялась какая-нибудь посылка. Так, ну давайте быстренько дозаканчиваем. я вот таких вещах в детстве мечтал, конечно. Что это такое? Это резиновые шнурки. То есть, вы их вставляете в прорези, и, ну, они как бы тянутся, вы ногу вставляете, но худо-бедно они держат. Вот, один раз вставили, и после этого забыли. цвета есть разные, разнообразные. Выглядит это на ноге вот таким вот образом, то есть, ну, какие-то могут оказаться лишними, если у вас расстояние между шнурками идет разное, да, ну, вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь есть. От малого до великого, подбирайте, которые подходят, и они на раз вставили, и забыли. Для детей, я подозреваю, вообще, самое то, дети будут рады такому подарку. Открыл, наконец-то. Значит, здесь полный комплект, а именно, одна штука, одна штука, одна штука, одна штука, да? Во, так вот лучше, да, понятно? Значит, от пыли наклеечки, так далее, и тому подобное, все необходимое для хорошей наклейки есть. Вот это, видимо, на кнопочки. Ну и, собственно говоря, само стекло. Стекло не треснуло, все хорошо. Данное стекло на Asus Pegasus. Я не знаю, что здесь. Какая-то игрушка. Ух ты. Спор по ней выиграл. Еще и пищишь. Вы знаете, с одной стороны, я сейчас испытал двоякие чувства. С одной стороны, я по ней выиграл спор, что она ко мне не пришла. И вот я ее держу в руках, а она пришла. с другой стороны, она абсолютно ужасно, абсолютно ужасно воняет клеем-моментом. Каким-то такой очень ужасный химический запах. Я подозреваю ребенку это давать, ну, боязно собачке тоже это не дашь. Ну, не знаю, может быть, вот эту вот моргалку я оттуда выну, разорву ее, саму моргалку выну. Да, наверное, так и сделаю. Да, что ж такое? Нет, по-моему, я точно сейчас на руку отчек рыжу. Где там мой топор-гербер? Топором надо ее стягануть. Ой, блин, что ты не хочешь выниматься-то? Свистеть уже не хочешь. Выниматься не хочешь. Да не, однозначно, воняет прям вообще ужас. Не надо заказывать, воняет ни собаке, ни ребенку, а давать это нельзя. Так, давайте посмотрим, что у нас еще есть. Ой, прям какой-то день ушей. Тут инструкция, тут мешочек. А тут тадам, наушники. Наушники очень сильно похожи на Sony Volkman. Схожесть увеличивается, когда видишь логотип Sony и логотип Volkman от Sony. 16 гигов встроенный. Ребята, да это же просто чудесно. Немножко загружено было. Видите, есть кнопка плейлист, шафт, ну то есть перемешать все, что там есть. Можно нажимать паузу, снимать с паузы, включать следующее. дай-ка. Ну а вот это как бы тоже вынимается и они становятся как бы влагонепроницаемыми что ли даже. Ну знаете, достаточно прикольная штука, надел на уши и побежал короче вперед за здоровьем, ничего не слышишь, да, короче, у тебя машины сбоку. Нет, на самом деле не машины, это я загнул электричкой, это я тоже загнул, но в общем, если вы себе вот такие уши закажете, выглядят они ну вполне нормально, по цене они адекватно каких-то там денег стоят, опять же, человек там подобный заказывал, говорит, что-то, говорит, не не отправили, ну в общем, туда-сюда-сюда-туда, вот я им заказал, вот они пришли, вот он радостно их заберет у меня, вы можете себе тоже такие заказать, ссылка в описании к видео есть, ну и собственно говоря, бегать, как вот эта девушка, вперед за здоровьем, ну да, 16 гигов музыки это выше крыш есть, честно, это же не фильмы, которые можно скачивать в формате Blu-ray, а вот давайте вот эту сейчас распаркуем, у меня видели ее уже на распаковке и она мне очень-очень-очень-очень-очень в тему зашла, я вот этой вот бумагой подписываю телефоны, то есть у меня телефоны Blackfield E7, A8, A8 Max, E7S, там разные цвета, а коробки очень похожи, и у них на торце это написано, и, ну и собственно говоря, сложно бывает найти, поэтому я использую такую бумагу, вот я сейчас взял дополнительный ролик, и само это ерунду, где она у меня, вот она, то есть я вот так вот беру, оп, чпок, клею на коробочку, она легко отклеивается, при всем при этом достаточно неплохо держится, и подписываю я, что за телефон лежит, ну вот на всякий случай чуть побольше заказал, ну, надолго хватит, вам если подобные вещи заметки надо делать, но опять же ссылка в описании, заказывайте, что это у нас такое, у нас бампер от Нилкан на Зенфон 2, и где-то здесь, по-моему, еще один такой же, сейчас у меня ребятенок с кино вернется, я ему скажу, не, ребятенок для кого-то заказывал, а почему так, и как-то они так немножко отличаются даже, один из них, наверное, китайская подделка, или оба, значит, ребят, ну, бампер, бампер, да, к бамперу я вижу, там сразу пленочка защитная идет, только вот я не могу понять, на кой ляд, я мог их заказать два, одинакового цвета, ладно, будем разбираться, не будем сейчас вдаваться в подробности, будем, 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 будем посмотреть, ура, 64, 64, 64, 64, 4 карты памяти на 64 гига, вот, не могу я вспомнить, не те ли это карты памяти, которые я с ним спорил, что-то у меня там с отправкой, короче, динами, он взял, мне отправил, ну, если так, то это ништяк, что там, карта памяти больше косаря, по-моему, стоит на 64 гига, да, не знаю, короче, не суть, карта памяти хорошая, мой регулярный товар, если вы заказываете телефон, да, ну, можете сказать, Миш, мне нужны карты памяти, будут у вас карты памяти по цене Алиэкспресс, так, купил я еще сразу их побольше, какие-то они более маленькие стали, но при всем при этом, да, переходник для симок, плюс, перышко, как для открывания, господи, боже мой, да, не суть, короче, и перышко, здесь меня за один переходничочек, 300 рублей хотели, в Китае это стоит, 10-12 рублей, примерно, ссылку положу, смотрите, стоит копейки, вещь, бывает, нужная, заказывайте обязательно, что это такое, это кейс для батареек, мизинчиков, либо пальчиков, вот у меня, Владимир Михайлович, у него очень много разной техники, игрушек и так далее, которые на батарейках, и следовательно, для того, чтобы экономить, я использую аккумуляторные батарейки, вот они везде, все что-то в разнобой, разбросаны, раскиданы, я подозреваю, потому что такой кейс для меня будет спасение, в кейсе будут лежать заряженные батарейки, в ней кейсы, которые я зарядить еще не успел, это будет, думаю, удобно, мой, опять же, регулярный товар, чехлы-кошельки Flow Mi, которые на, это что такое толстый, а вот это какой-то не толстый, что-то там, двойную порцию чего-то, что-ли, положили, а чехлы-кошельки удобная, классная штука, на них было отдельное видео, можете посмотреть их в действии. Ну и закончим мы все это дело вот такими пузырями. Концентрат для пузырей мыльных. Не надо кушать и не надо это в глаза засовывать. используется это в водяных пистолетах, либо в простых этих буль-бульках. Бабл-концентрат разводится чистой водой 5-7. Сбалтывается ну и выдувается. Не есть и не пить. Причем в чем разница между есть и в чем разница между пить, я не знаю. Этот раздел для детей пойдет, возможно добавятся сюда еще и сами пузыри. Может, не добавятся. Не знаю. Сейчас пойду поищу что-то еще осталось или нет завалившееся. Если осталось сейчас дораспакую. Если не осталось, ребят, всем всего пойдут делать обзоры, прописывать и так далее и тому подобное. Очень много разных телефонов свежих готовится к обзору. Да, там только вот в одной этой распаковке вы много увидели. Ну и собственно говоря, надо сейчас поработать над влог. Влог это называется. Да, о том, как я побывал в Индии. В точности я был на Гуа и я был в Дели. Да, опять же есть у вас какие-то вопросы относительно Индии. Ребят, пишите, 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 пишите. С удовольствием постараюсь ответить на ваши вопросы. Вот. И рассказать насколько там все хорошо, плохо, стоит ли там отдыхать или не стоит. Ну а пока за всем все. С вами был я, Михаил Канар канал Картавый Блогер. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok